Чувственность, грация, экспрессия – всё это о танго. В этом году Саров впервые присоединится к масштабному международному флешмобу «За танго». Мероприятие пройдёт в седьмой раз и объединит Россию, Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан, Латвию, Германию, Египет, Аргентину. В один день танго станцуют в различных локациях в 77 городах, а все пары будут двигаться в едином музыкальном ритме под одну на всех мелодию. 24 августа Саров тоже войдёт в историю проекта. Люди, увлечённые этим направлением танцевальным, будут танцевать танго, желательно, конечно, на улице. Мы надеемся, что погода будет хорошая, под одну и ту же мелодию. Выбрали мелодию «Уна Кабеса». Это очень известная танго. Сделали так, что она будет объединять всех танцоров и одно число, и одна мелодия. Присоединиться к флэш-мобу могут все желающие. Для этого в парке Зернова на танцевальной площадке стартовали бесплатные мастер-классы по танго. Для всех, кто знакомится с этим направлением в первый раз, сложно не будет. Педагог даёт несложные движения, с которыми справятся абсолютно все. Присоединиться к занятиям могут все желающие без ограничений по возрасту. И даже если у вас нет пары. Мы будем танцевать в парах. Если нет пар, ничего страшного. Приходят и мужчины. Кстати, на первое занятие приходили мужчины. Одинокие, скажем так, которые встали в пару прямо на первом мастер-классе. Ну и, собственно говоря, бывает такое, что и девушка с девушкой танцует, тоже ничего в этом страшного нет. Еще, наверное, в планах какой-то кусочек нашей постановки, может быть, я сделаю для девушек без партнеров. Потому что есть тоже такое направление сольная танго. И чтобы они тоже смогли поучаствовать, да, девчонки, которые пришли, девушки, женщины, но не нашли партнера, они тоже смогут поучаствовать. Мастер-классы проходят по понедельникам на танцевальной площадке парка Зернова в 18.30. Всю дополнительную информацию можно найти в группе парка ВКонтакте и на личной странице Екатерины Сысоевой. Пропадает чуть-чуть эта культура танцевания мужчины и женщины. Вот, и танго, как один из видов танцевальных парных именно направлений, оно, скажем так, возвращает эту культуру. Стоит возрождать эту культуру, танцевать в паре, в том числе и на танцевальных мероприятиях, и в парках, и где-то в учреждениях культуры. Потому что все-таки это скрепляет, это скрепляет, допустим, семейные пары, или дает возможность людям познакомиться и найти свою вторую половину на таких занятиях. В случае плохой погоды занятия будут проходить в Доме молодежи. Присоединиться к мастер-классам можно на любом этапе.